Сорок второй. Позёмка, стужа, до города верста. Теплушка наша чуть похуже вагона для скота. Но лишь в пути узнав, как дорог её худой уют, закоченев, приходим в город. Там слышно хлеб дают. В ларьке по окнам заметённом пимов от доски стук. Откуда хлопцы с эшелона и чей-то голос? Вдруг ребят вперёд пустите, братцы, пусть первыми возьмут. Я слышал это, ленинградцы. Ешь, как мальчонка худ. Она сбрала уже усталость. Всё вымерзло в груди. Её очередь заволновалась. Ребята, проходи! Да вы бы сразу попросили. А сам-то чай ослеп. Так было тесно в магазине. Так был он близок. Хлеб. А продавщица обмахнула прилавок. Ну так что ж, и вот уж воду обмахнула. Большой и добрый нож. Угрюмы нары эшелона. Буханки горячи. А мы молчали, сжав талоны. Мы были москвичи. Был изябок, жалкий наш нарядец. С ларька срывала жесть. Нет, я сказал. Не ленинградец. А так хотелось есть.